В заключительный день чемпионата России судьба золотых медалей решается в четырех весах. В двух финалах дагестанцы померятся силами между собой, а в еще двух наши вольники выступают в качестве фаворитов. Хасавиртовец Абаз Гаджи Магомедов в Улан-Удэ отстаивал титул чемпиона страны. Обладатель Кубка мира и главная звезда категории до 61 килограммов еще вчера показал, что приехал в Бурятию только за золотом. Решающая встреча он взял верх над молодым земляком Муслимом Мехтихановым, выход в финал, для которого теперь пока наивысшее достижение. В весе до 65 килограммов также лидировал главный фаворит Гаджимурад Рашидов. Среди потенциальных соперников по финалу были сразу три медалиста крупных турниров – Идрисов, Шираев и Чакаев. Однако в схватке за золото чемпион мира из Каспийска встретился и выиграл у другого земляка – Загира Шахиева. Эта победа приблизила Рашидова к его главной цели – поездке в Токио. Победа, конечно, нелегкая, как-никак Олимпийская Россия. Все ребята были хорошо готовы, в форме, и все хотят попасть на Олимпиаду. Из-за этого приходится каждый шаг, каждая мелочь, секунды выкладываться и бороться до конца. Чамбул Ильич с 2016 года каждый год напоминает Олимпийский чемпион, Олимпийский чемпион и сейчас тоже говорит будущий Олимпийский чемпион. Конечно же, приятно, что главный тренер на тебя ставит. И мне хочется их тоже подводить, в первую очередь, себя и их тренеров в страну. В отсутствие освобожденного от соревнования Абдул-Рашида Садулаева пальму первенства в категории полутяжей в зал Алиханджа Абраилов. Для призера чемпионата мира это был дебютный старт в новом весе. Махачкалинский «Динамовец» уверенно превзошел всех соперников, в том числе и прошлогоднего финалиста Сотиева. Ну таких прям, чтобы какие-то эмоции проскочили, не было в финале, да, вот спокойно шла схватка. Поэтому нормально, довольный я. Буду общаться с тренером, с отцом, может они что-то поправят, подскажут. Тут выигрывает тот, кто лучше соображает и кто настроен на эту схватку. Ну вот тут получилось так, что Алихан не дал им шансов никакого. Тактически, грамотно, все подвел, все нормально. На ошибках поймал, да? Да, ну даже так. Он навязал ему свою борьбу. Навязал борьбу, ему шансов не оставило. И лишь в категории до 79 килограммов дагестанцы в последний день остались без золота. Ахмед Усманов сложил полномочия чемпиона России, уступив крымчанину Малику Шаваеву. Пять золотых, пять серебряных и девять бронзовых. В медальном зачете дагестанские борцы показали наилучший результат. Победители в олимпийских весах заметно повысили свои шансы на участие в играх четырехлетия. Ребята отборолись хорошо. Кто-то не доборолся, кто-то хорошо отборолся. Я всех похвалить тоже не могу. Пять чемпионов. У нас в прошлом году было восемь чемпионов. В этом году тоже хотелось так сделать. Но получилось так. Мы восемь, шесть, семь, четыре медали отпустили. Поэтому вот эти две медали нам не хватили. Две такие еще олимпийские? Две олимпийские медали, конечно. Мы на них рассчитывали, мы на них надеялись. Разбалованно, что восемь, девять, десять медалей хотим. Ну, пять медалей. Так люди же тренируются тоже. Все хотят выиграть. Все, что могли, ребята сделали. Длительный перелет, пять часов разницы с Москвой. По словам Замблата Тедеева, все это не сильно сказалось на итогах и на уровне борьбы, которые показали чемпионы. Я думаю, что все соперники были в одинаковых условиях. То есть, если ты сегодня готов, неважно, тебя разбудят, через два часа можно выйти и бороться. Ну, кто как тренируется, так и бороться, понимаешь? Ну, я бы так сказал. Кого разводили мы, вот, допустим, да, Федерация борьбы России, кого разводила, первый в холлитном мирове, практически они выиграли. Ну, если так взять. Ну, да. Да. 65, чуть сюрпризы преподнесли, молодые, а так? Ну, да, но мы тоже хорошо. Старший заснул, молодой опередил. Да, нормально. Все медалисты чемпионата России в Улан-Удэ вызваны на сбор национальной команды, где тренерский штаб и решит, кто через месяц поедет на чемпионаты Европы в Польшу. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Улан-Удэ, Бурятия.